Здравствуйте! Если структурировать рекламный рынок России по рекламоносителям, то безусловным лидером практически во всех показателях окажется телевидение. Телевидение не только охватывает максимально широкую аудиторию, но и по уровню доверия опережает другие СМИ. Так сказали по телевизору остается зачастую главным аргументом в обыденных разговорах и спорах. Таков результат исследования социологов. Можно сказать, что на нашем рынке телевидение рекламоноситель номер один. Что сегодня представляет из себя рекламный рынок и как сбалансировать интересы зрителей бизнеса? Об этих делах мы поговорим с нашим гостем Дмитрием Федоровым, заместителем генерального директора группы компаний Алькасар Медиа. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич! Здравствуйте! Мы вас приветствуем в Архангельске в очередной раз. Я очень рад здесь оказаться в очередной раз. Я не первый раз в этом городе, он мне очень нравится. Мы уже тут делали тестовые телевизионные проекты, они завершились удачно и пошли дальше по всей России. И я очень рад еще раз тут оказаться. Ну вот мы сегодня говорим с профессионалом. Все сейчас о рекламе на телевидении из первых уст. Ну, знаете, вот сегодня, что бы мы ни говорили и сколько бы ни говорили о СМИ, о журналистике, все равно затрагиваем тему рекламы, согласитесь? Ну, реклама это финансы, которые все это питают. Да, конечно. Но вот я не журналист сам, я как раз рекламщик, и, наверное, мы по-разному смотрим на это вещи. Вот вы как бы смотрите как на извне на рекламу, а мы как на некое наружное, смотрим на журналистику. Это некая такая индустрия, которая производит контент, и журналисты всегда, наверное, хотят считать свой контент самым лучшим, да, а мы, к сожалению, всегда вынуждены смотреть потом на цифры. На цифры измерений, на цифры рейтинга, на предпочтение аудитории, на мнение рекламодателей. И очень часто вот из-за этого возникает определенный конфликт между журналистами и рекламщиками. Одни не готовы мириться с тем, что им указывают на маленькие цифры, а другие не готовы мириться с тем, что это маленькие цифры. Найдем мы какие-то точки соприкосновения? Ну все же находят, это же работает, и реклама продается, и рейтинги есть, и люди телевидение смотрят, поэтому... И бизнес развивается. И бизнес развивается, да. Ну вот согласитесь, что все-таки Россия не уникальна, и нигде особенно рекламу не любят. Сейчас стало более терпимо все, но я имею в виду простого зрителя-обывателя. Ну, конечно, если вы смотрите кино, реклама этому мешает, но если вы понимаете, что благодаря этому рекламным роликам вы и смотрите это хорошее кино у себя дома, ну, может быть, стоит с этим смириться. А кроме того, например, бывает очень хорошая реклама, прекрасная. Качественно сделанная. Просто сделанная как кино. Просто кино, да? Лучше даже иногда. Как кино, да. Вот я не знаю, это не телевизионный примерно, буквально вчера вот я видел шоу, который устроила компания Emirates на стадионе футбольного клуба «Бенфика» перед матчем футбольным, когда стюардессы вышли на поле. И так как они делают обычно это в самолете, показали телезрителям, как надо болеть. И это, конечно, великолепная реклама. Я ее посмотрел раз пять, как просто зритель. Никак. Вы ведь, когда ваша компания, когда в 2006 году создавалась, вот вы какие перед собой ставили цели? Алькасар – это не рекламное агентство, это сейлс-хаус. Это компания, которая продает рекламу на телевизионных каналах, на других носителях, но в первую очередь на телевизионных каналах. Мы не работаем на клиента, как рекламное агентство. Мы работаем, нашим клиентом является телеканал. Наша задача – принести ему как можно больше денег. Мы просто продавцы рекламного времени. И когда мы начинали этот проект, наша ключевая задача была принести как можно денег с региональных рекламных рынков на телеканал НТВ, с которого мы тогда начинали. Мы с ней справились. К НТВ уже прибавились другие телеканалы? Потом, после того, как у нас успешно пошло НТВ, к нам добавился ТВ-центр, Звезда, НТНТ, потом произошли известные претуберации. Мы работали с очень многими каналами. Сейчас у нас в пакете НТВ, наш неизменный канал, ТНТ, наш тоже много лет неизменный канал, ТВ-3, телеканал «Пятница» и завтрашний день – телеканал «Матч-ТВ», новый, который наш холдинг «Газпром-медиа» запускает на частотах канал «Россия-2». Ну, в общем, открытие какое-то для нас даже принесли. Ну, завтра посмотрите. Вот знаете, однако же, я вот такие цифры приведу, может, не очень радостные. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, общий объем российского рекламного рынка в 2015 году может сократиться или же сократился на 15%, а телевизионный сегмент рухнет на 20% или уже рухнул на 20%. Такие оценки существовали, они близки к истине, но как это рассматривать? Да, действительно, в этом году произошло падение и рекламного рынка, и телевизионного. Если вы посмотрите немножко назад и вспомните те оценки, которые были в конце 2014 года или в начале 2015, они были гораздо хуже. Говорили о 30-40% падения. Поэтому то, что мы получаем сейчас на выходе, это около 20% падения, даже чуть меньше, 19-18%. Это гораздо лучше, чем ожидалось. То есть в данном случае кризис оказался не настолько сильным, как все боялись. И телевидение, конечно, пострадало от этого, но совершенно не критично. Вот совсем недавно, на прошлой неделе, была презентация нового сезона телеканала ТНТ. Это такой флагман, наверное, молодежного телевидения в нашей стране. И количество премьер на следующий год у них просто зашкаливает. Просто зашкаливает. Это великолепные сериалы, великолепные новые проекты. И я думаю, что доля этого канала будет расти. Если не говорить о каналах нашего холдинга, вы можете посмотреть, какой прекрасный сериал в кризис появился в эфире телеканала СТС. Например, Лондонград. Он очень дорогой, очень качественный продукт. Во-первых, я хочу сказать, что региональные рынки в этот кризис повели себя гораздо стабильнее. Там меньше падения, чем на федеральном. Совершенно наоборот было, скажем, в кризис 2008 года, когда очень сильно упали региональные рынки, а федеральный пострадал не так. То есть на региональных рынках все не так плохо. А с Нового года все прогнозируют рост небольшой на 2016 год. Но он колеблется по разным оценкам от 2 до 4%. Но все, без исключения игроки рынка, прогнозируют рост. А вот сам рекламодатель, он не изменился? Ведь не все же рекламодатели в связи с ростом цен может быть даже в связи с изменением о законе рекламы. Структура рекламодателей изменилась сильно. Но ничего принципиального это не влияет. Уходят одни, появляются другие. Очень много раз рекламный рынок переживал различные законодательные инициативы. для него тяжелые, как запрет пива, запрет спиртного, запрет табака еще раньше, какие-то ограничения в фармацевтике. Но он это все переживал и продолжал расти, продолжал расти, продолжал расти. А так, на вскидку, есть рекламодатель, который никогда не пойдет на телевидение для него? Конечно, у каждого рекламодателя свои задачи. Есть рекламодатели специфические для интернета. Например, если вам нужно охватить исключительно жителей своей улицы, зачем вам телевидение? Есть рекламодатели специфические для наружной рекламы. Есть рекламодатели, которым необходим... Телевидение дает охват. Дает огромный охват. Никто другой этого не даст. Что бы там ни говорили, другие ресурсы, ни интернет, ни радио, никто такого охвата не дает. Поэтому все рекламодатели, кому необходим охват, они все пользуются телевидением. Поговорить хочется о таком маленьком, небольшом провинциальном городе, и вот нашем телевизионном сегменте, рекламном рынке, вот здесь, Архангельс. Но не так много жителей. У нас есть партнер, компания АТК, с которой мы работаем, которая продает все наши ресурсы, но она же, по-моему, работает и с компанией Video International, и продается их ресурсы. Как таковых филиалов у вас в других городах? 22, да? 26 у нас филиалов. У нас больше всех филиалов. Самая широкая сеть, 26 филиалов. Но, к сожалению, в Архангельске нет, хотя, может быть, будет когда-нибудь. Вот на сайте компании Алькасар есть такие слова. Мы содействуем развитию российской экономики, помогая брендам и товаропроизводителям строить качественные каналы коммуникации с потребителем. А есть какие-то табу на рекламу, которые вы никогда рассматривать не будете? И когда рекламное время ей не дадите? Это полностью определяется законами Российской Федерации. Если это разрешено законом, и этот клиент предлагает деньги, мы должны его взять и отдать эти деньги каналам, чтобы они сняли еще какие-то хорошие проблемы. Если это не разрешено законом, мы не возьмем, какая бы это ни была красивая, хорошая, замечательная и позитивная. А были какие-то вот такие инциденты? Постоянно. Постоянно это случаи. Это ежедневная работа. Один из крупнейших отделов в селс-хаусе, это юридический отдел, который круглосуточно отсматривает ролики, круглосуточно следит за соблюдением очень сложного рекламного законодательства. Масса других там существует подзаконных актов. Это целая бюрократическая история. Вы уже называли, с какими каналами вы работаете. Есть особенности продажи рекламы на этих каналах? Конечно. У всех каналов разные целевые аудитории. Это те целевые аудитории, на которые они стараются работать. Каждый из этих каналов продается по этому, по разным рейтингам. Например, федеральный канал, например, как НТВ, продается в многих городах по аудитории 18+. ТНТ, который рассчитан на молодежную аудиторию, по аудитории, например, 14-44. Это принципиально разные цены, принципиально разные системы продаж. Ведь рекламодатель идет на те каналы, которые рейтинговые. Это важно для рекламы, да? Рекламодатель идет туда, где он выполнит свои, где он выполнит стоящие перед ним задачи. Но если канал не рейтинговый... Если канал никто не смотрит, он может туда прийти, но он не получит никакой отдачи, поэтому второй раз он туда не придет. Он придет только туда, где он увидит результаты. В данном случае мы беседуем с вами на телеканале ПС, кабельный канал. Год всего еще, скоро два года в эфире, совсем молодой. И вы предлагаете на этот канал такой достаточно интересный контент. Вы считаете, что канал, в общем, заиграет, наверное, какими-то новыми красками, да? Ну, конечно. Конечно. Канал это и есть же хороший контент. Но кроме того, что мы вам предлагаем, я рад, что вам это нравится, очень важно. Для регионального канала все-таки самое важное это то, что вы будете снимать здесь. То, что вы будете производить здесь. И этот контент все станет ключевым. Мы можем вам помочь, но мы не можем за вас сделать вашу работу. Это вот так. Да, конечно. К сожалению. Потому что если вы будете вещать только то, что вам дадут из Москвы, то вы не будете каналом «Правда Севера». Вы будете там каналом НТВ-2. Дополним достаточно, наверное, интересным для зрителей. Это художественные фильмы, сериалы. Ну, и посмотрим, как зритель на это отреагирует. Вы сами смотрите сериалы? Ну, смотрю, смотрю, конечно. Есть любимые? Да, ну, они такие заумные. Психологически? Психологически старые. Ну, «Мэдмен» я люблю, как любой рекламщик. Это самый, наверное, наш любимый сериал. Все смотрят всегда. Для преимущества телевизионной рекламы для вас очевидно? Конечно. Вы ведь очень давно уже работали. Конечно, и для рекламодателя очевидно. Больше всего денег, да, и для нас очевидно. То есть вам легко убедить или там в разговоре с рекламодателем, с каким-то большим там... А там нет и слова, они сами все знают, существуют цифры. Весь этот рынок, он... Вот, к сожалению, это не касается Архангельска. Тут были измерения, они ушли несколько лет назад, сиди, по-моему, с кризисом 2008 года. Но, скажем, в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Владивостоке существуют полноценные измерения и телевизионного рынка, и наружного рынка, и родиного рынка. И рекламодатель все видит сам. Он видит, сколько людей смотрит телевизор, сколько людей слушает радио, сколько людей видит наружку. Современные технологии позволяют измерить отдачу от каждого доллара, который он вложил. Помимо даже того, что он должен увидеть отдачу в своих каких-то продажах или что он добивается. Вот, поэтому он сам все понимает. И поэтому телевидение занимается по-прежнему около половины всего рынка. Спасибо. И три вопроса. Пожалуйста. Такой небольшой блиц. Вы уже сказали, любимый сериал по телевидению. А есть программы? Вы знаете, я поклонник, как ни странно, уже пожилой человек, но вот я поклонник канала ТНТ. И, наверное, правду надо говорить, я очень люблю программу ТАЦ, которая там идет. Смотреть любите? Например, да. Да, смотреть люблю. В общем, я даже любил первую версию этой программы, которая шла несколько лет назад, потом была закрыта, она была принята не очень удачно. Она мне даже нравилась больше, чем та, которая идет сейчас. А скажите, нужны какие-то особые качества, чтобы заниматься рекламой на телевидении? Ой. Нет особых, наверное, никаких. Просто надо ответственно относиться к своей работе, потому что, ну, все-таки отвечаешь за определенные достаточно большие деньги. Чужие. Это деньги каналов, не твои. Вот это надо понимать. Очень хорошо. Нет. Это торговля, это такая же торговля, как... Такая же. Так, ну, это не розничная торговля, это B2B. Это то же самое, что торговля там газом, наверное. То же самое, что торговля компьютерами в больших масштабах. Тут не розничная. Вот трубами. Это примерно то же самое. Я не думаю, что тут есть какая-то... Если бы вам предложили торговать газом, то, в общем-то... Ну, я не уверен, что нет никаких отличий. Я думаю, что они есть, но это все-таки это торговля. Это селс-хаус, это не творческая работа, это торговля. Все-таки вы все равно торгуете телевизионными площадками, телевизионным временем, да? Ну, вот тут... Да, очень таких сложных вещей, например, есть мнение, что мы торгуем прямо людьми. Ну, вот продавая рекламу рекламодателям через телевидение. Мы прямо торгуем людьми за зомбиру, чтобы они покупали эти товары. Да, это другое, конечно, я согласна. Другая тема с этим разговаривала. Ну, мне, например, не нравится так думать, но, наверное, такая точка зрения имеет тоже право на жизнь. Поэтому вот реклама такой немножко, ну, как сказать, невещественный продукт, его не пощупаешь. С чем ассоциируется у вас Архангельска, Север? Ой, ну, вообще я не хочу никому понравиться, но я честно хочу сказать, что я очень люблю Архангельск. У меня так получилось, что я живу в Москве, но вся моя работа, она за кольцевой автодорогой, она в российских городах, ну, раз я отвечаю за региональный бизнес. И очень много городов России, которые я люблю, пытаюсь понять, приезжаю с удовольствием. Вот Архангельск один из них. Ну, если вы спросите, с чем конкретно она у меня ассоциируется, ну, с каким местом, ну, с набережной, конечно. Пару мест они уже как бы закрылись. Там гостиница, которая когда-то была здесь небольшая, она уже сейчас закрылась, я в нее первый раз приехал, я очень хорошо помню, забыл название, но вот как бы в голове она у меня осталась. Ну, что еще могу сказать? Треска. Да, треска, о, забыли, самое главное, треска по-польски, конечно. Это вот блюдо, которое я тут ем каждый день, за завтрак, за обед, и ужин. Когда приезжаете. Да, да, да. Погода, морозы не смущают вас такая? Ну, здесь нет морозов. Ну, вот приехали, уже снег. Морозы в Сибири. В Москве, наверное, нет. Морозы в Сибири. Здесь нет морозов, здесь очень ровный, спокойный морской климат. Ну, вот север немножко темнеет рано, это да, а морозов тут я не помню. Ну, что ж, приезжайте еще и продолжим сотрудничество. Спасибо. Спасибо, и будем смотреть новый обновленный телеканал ПС. Спасибо большое. Спасибо. Гостем программы «Такие дела» был Дмитрий Федоров, заместитель генерального директора группы компаний «Алькасар Медиа». «В битве между ушами и глазами всегда побеждают глаза», – сказал Майкл Дивер, глава отдела Белого дома по связям с общественностью. Сделайте правильный выбор. Такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова